И сейчас слово предоставляется project-менеджерам. И здесь я прошу Кристину Куанову, компании GLL, показать профессионализм project-менеджера и уложиться в отведенное время, которое практически не осталось. Но вместе с тем сделать абсолютно все, что и требуется. Пожалуйста. Ну, на самом деле правильно. У нас получается так, что нам самая сложная задача аккумулировать все то, что вы прослушали сейчас от наших коллег, лежит на наших плечах. И, наверное, я буду частично повторяться по критериям, которые озвучивал Андрей, Том и коллеги из компании RPTT. Тем не менее, я хотел бы вернуться все-таки к критериям, которые мы собрали. С точки зрения все-таки критериев по подбору помещения. То есть мы представляем сейчас такую ситуацию, что мы все-таки ищем эти помещения, рассматриваем. Мы отметили площадь с возможностью последующего расширения, соответственно, площадь помещения, расположение непосредственно объекта, уникальность здания. Уникальность здания чем важна? Важно для нас именно иметь офис не только расположенный корректно или устраивающий нас, но и плюс уникальность части архитектуры, подчеркнуть. Очень важна перспектива развития вокруг этого здания. То есть очень хотелось бы, чтобы в будущем, вокруг нас действительно, как сказали участники нашего круглого стола, не были построены складские помещения. Транспортная доступность. Ну, кому не нравится работать возле будущего офиса и иметь к нему очень достаточно удобный доступ. Коммерческие условия. Не хотелось бы, конечно, их оставлять на самый последний момент коммерческие условия, переговоры, да, то есть гибкость арендодателя, вменяемость его. Есть также представлен этот критерий, его лояльность, готовность идти навстречу своему будущему любимому арендатору, презентации, маркетинговые ходы, возможность показать его будущий офис. То есть гуляя по помещениям зачастую в состоянии шелленкор, вы не можете представить, какой же будет будущий ваш офис. Так вот, арендодатель, да, его, в принципе, может это презентовать в виде, как бы, соответственно, каких-то маркетинговых инструментов. Юридическая чистота. Думаю, тоже один из важных критериев, которые Андрей упоминал в своей презентации, это достаточно существенный фактор. Режим здания, работа зданий, как таковое, и все мероприятия, которые предусмотрены в этом здании. Еще один важный критерий – это размещение рекламы, то есть возможные логотипы на фасаде, каких-нибудь пилонов на территории бизнес-центра и дополнительные услуги, которые предоставляет само здание, то есть в виде эксплуатации, охраны, возможные аренды конференц-залов и представление складских помещений, возможно даже. Ну и как проект-менеджер, безусловно, мы не можем не отметить такой важный все-таки критерий – это сроки проекта. Если вы позволите, я перейду тогда уже к следующему листу, который объединяет под собой некие архитектурные критерии, которые важны для нас как проект-менеджер и для заказчика. Это непосредственно особенности помещения, такие как шаг-колон, высота этажа от перекрытия до перекрытия, возможность использования фальшпола, если мы говорим о будущем офисе класса А, возможность реконфигурации помещения, то есть перепланировки, увидеть свой офис и правильно и корректно его спланировать. Очень важный тоже достаточно критерий – это транзитные инженерные системы и пути эвакуации. Ну, по опыту могу сказать, что в одном из… Я была на одном из объектов своего потенциального заказчика и в городе Самара. И один из критериев, по которым мы с ними отказались, несмотря на убеждения арендодателя, это было отсутствие корректных путей эвакуации. Естественно, освещение. Ну, кому, скажите, неинтересно, не важно это наблюдать из своего офиса красивую ночную либо вечернюю Москву в зимний период. Естественно, освещение, то есть, соответственно, очень такой тоже достаточно важный критерий. Исходя из остекления, то есть, от плода потолка, либо, соответственно, из… Ну, в рамках стекления. Как возможность именно, естественно, освещения как такового, которое позволяет нам в дальнейшем, в принципе, и корректно, и правильно, и удобно, и комфортно разместить офис для будущих коллег. Многие международные компании сейчас стремятся в своих офисах реализовать удобство для маломобильных групп. Тоже важный достаточно критерий при выборе, опять же, помещений. Если стандарты корпоративные как таковые у вас присутствуют, то имеет смысл все-таки обратить внимание на этот критерий, действительно. И последний критерий в части архитектуры – это нагрузки на перекрытие. В рыночной практике, в принципе, нагрузки на перекрытие сейчас составляют 350-400 килограммов на метр квадратный, но, тем не менее, все-таки встречаются еще здания, где нагрузки составляют порядка 200. Для чего это нам нужно? Для последующей установки инженерных коммуникаций, серверной, какого-то потенциального дата-центра и прочего. Стоит обращать на это внимание, потому что, исходя из нагрузок, это потенциальные ваши будущие затраты, дополнительные затраты на усиление перекрытия под размещение оборудования. Инженерная составляющая, попробую просто аккумулировать все это, опять же, в рамках первого параметра, называется технические условия. Вам были перечислены такие параметры, как электроснабжение, в частности, по мощности на электроснабжении, категории электроснабжения, соответственно, возможность разделения в здании, например, на чистое грязное питание. Соответственно, что важно, в частности, зрение вентиляции. Вентиляция – это параметры по воздухообмену, то есть технические условия, опять же, и по холодоснабжению для последующих охлаждений, в том числе и серверной, ну и будущего офиса. Третий критерий как раз – это выделение технического обеспечения все-таки серверной, то есть все возможности, которые применяем к нашей, так сказать, душе офиса. Один из критериев, который мы также для себя отметили – это провайдеры. Очень важно действительно в здании иметь уже несколько правовыбора, то есть правовыбора провайдера, то есть устраивать по тем или иным условиям, которые устраивают нас. То есть обращайте внимание на то, чтобы провайдеры были там неноминированы. Ну и последняя, наверное, такая очень важная составляющая, которая сейчас тоже очень популярна на нашем рынке – это соответствие здания с зеленым стандартом. Если в будущем вы захотите реализовать свой офис по стандарту лид, прием, обязательно надо обращать внимание, чтобы ваше здание имело эту возможность вам предоставить в будущем. Один из важных. Нет, всего остался у нас последний листочек. Ну и, наверное, здесь такой некий последний лист, который аккумулирует под собой несколько таких организационных и документационных требований. Это мы же вам, как проект-менеджеры, готовы отдельно акцентировать ваше внимание. Это некая чистота документации на здание. Это наличие разрешительной документации, то есть непосредственно здание не должно иметь проблем с государственными инстанциями, оно должно быть построено, оно должно быть, соответственно, принято комиссией. Наличие исполнительной документации, ее отсутствие и, точнее, некорректное исполнение чаще всего приводит к тому, что вы платите дополнительные какие-то деньги за перепроектирование в дальнейшем, либо получаете абсолютно некорректно выполненное инженерное решение. Третий сегмент – это все-таки поставить для себя задачу и определить, каким образом вы будете реализовывать проект. Источники финансирования. Источники финансирования, то есть планируете ли вы проект реализовывать и иметь строительство непосредственно вашего офиса за свой счет, за счет арендодателя, что подает вам преимущество в части снижения арендной ставки, либо, соответственно, вы планируете взять в аренду уже готовый офис. Также пристроительность достаточно важный параметр – это наличие. Написали наличие, на самом деле мы все-таки предпочитаем иметь, предпочитаем, чтобы они отсутствовали. Это номинированные подрядчики. Наличие номинированных подрядчиков зданий приводит к тому, что вы потенциально не знаете, ну, прям в явном виде, там, какую-то конечную стоимость услуги, которые они могут предоставлять. Либо вы несете риски за ту организацию, которую сами не выбирали, либо повышаете услуги по завышенной расценке, опять же, не имея права выбора. Вот. Ну и в дальнейшем, в принципе, при привлечении генерального подрядчика по схеме, когда вы реализовываете проект самостоятельно, наличие номинированного подрядчика предполагает вам, ну, некое такое увеличение, то есть завершение работы одним подрядчиком и выполнение работы другим подрядчиком. Некую такую этапность. Отсутствие возможности, как бы, параллелить или иные процессы. Ну и пятый, шестой пункт. Это очень важно, действительно, чтобы на стадии выбора помещений в здании присутствовали правила для подрядчиков. Наличие правил для подрядчиков дают возможность подрядчикам правильно оценить время, которое он потратит на вашу будущую, доделку вашего будущего офиса. Соответственно, некий регламент, как бы, ну, производства непосредственно строительно-монтажных работ тоже очень важны. И правила для арендаторов. Тоже два документа, как основополагающие. Это правила поведения, да, то есть ограничения в части курения в здании, распития спиртных напитков и не только. Ну и последний тоже такой параметр. Мы его назвали лифты. На самом деле, это условия подвоза материалов и оборудования. То есть, очень важно также обращать внимание на наличие лифтов, как таковых, в здании, наличие грузового лифта. Для заказчика это является преимуществом в дальнейшем, то, что он не переплачивает за перенос материалов вручную. Его подрядчик не сталкивается с организационным моментом в случае, если он использует, например, пассажирский лифт для перевоза материалов вручную, а в дальнейшем его лифт, соответственно, стал либо занят непосредственно арендаторами. Вот, ну, резюмируя все вышесказанное, я понимаю, что, наверное, уже это все... Ссори. Все-таки правильный и корректный выбор офисного пространства зависит от корректного сочетания всех этих перечисленных параметров. И на самом-самом раннем этапе я рекомендую в первую очередь задать себе вопрос. А что же мы хотим от будущего офиса? Каким мы его видим? Будет ли это офис для временного пребывания сотрудников? Будет ли это офис-дата-центр? Будет ли это офис-лаборатория? Либо офис-шоурум. И будьте уверены, что при правильной постановке задачи себе вы сможете корректно расставить приоритеты. А документ, который мы для вас изготовим в ближайшее время, будет вам надежным помощником. Кристина, спасибо большое. У меня один вопрос. Одну секундочку. Учитывая огромное количество критериев, то, о чем сказали, реально ли вообще успеть в сроке? Или лучше сразу умножать планируемые сроки на два, чтобы не быть потом расстроенными? У нас такой спорный момент. Что подразумевается под сроками проекта? Расскажите, Вячеслав. У нас просто разное понимание. Я подозреваю. Я говорю о тех сроках. Любой клиент, который арендатор планирует ехать, он получает, например, арендные каникулы. К примеру, это три месяца. Это реально успеть за три месяца? Да. И практика показывает, что да. И опять же, те критерии, которые мы только что озвучили, они позволяют вам минимизировать время на поиск помещения и приступить непосредственно уже к реализации проекта. Отвечая на те или иные вопросы сам себе в начале пути, это гарантия того, что ты реализуешь проект свой в три месяца. От момента, когда ты только планируешь его от стадии проектирования до момента непосредственного переезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова